Друзья, приветствую! Владимир из Волгограда прислал образцы масла Shell Helix Ultra 530 это SL-CF, A3-B4 и Volkswagen 502-505. Вот подробнейшее описание автомобиля и условия эксплуатации. Какое-то время автомобиль был на третьем стейдже, 363 силы, это двухлитровый TSI. Сейчас Владимир написал, что наигрался, откатился ближе к стоку, 245 сил и три баночки, свежая одна баночка и две отработки. Данное масло у меня в эталоне есть, поэтому я проверю свежее масло от Владимира и две отработки. Отработка с пробегом 4600 километров и вторая отработка с таким же пробегом, но с добавлением мягкой промывки двигателя на 200 километров. Так, сейчас посмотрим на свежее масло и приступим к проверке отработки. Так, смотрите, по свежему маслу противоизносных присадок 101 процентов, точное попадание гликоли нет, 1,84 это кислотные и 11 щелочное. Да, в эталоне у меня 11 щелочное и 1,85 кислотные, то есть 1 сотая разницы. Да, воды чуть побольше, нитрование в принципе на том же уровне, все очень похоже. Честно говоря, у меня сомнений нет, что это шел оригинальный. Так, здесь все нормально, сохраняю и можно переходить к проверке отработки. Так, по отработке еще раз проговорю. Это Audi A4 B7 кузов восьмого года, двухлитровый TSI BWT, мотор 245 сил, 196 почти тысяч пробега общего автомобиля, 4600 на масле, средняя скорость от 25 до 29 километров в час, 12,1 расход. Так, противоизносных присадок 67 процентов, смотрите, нитрование 37,2, да, повышенный уровень нитрования, гликоли нет, сажи 9 сотых, достаточно высокий уровень для бензина. Так, процесс сгорания не лучшим образом происходит. Значит, кислотное 3,45 прилично поднялось. Да, такое ускоренное окисление. И щелочное 5,1 тоже прилично опустилось, более 50 процентов. Ну и смотрите, 1140 ppm воды. Видно, что это городская эксплуатация, есть вода. Возможно, перед отбором пробы была такая влажная погода, дождливая. Так, и второй образец, та же отработка, только с добавлением мягкой присадки в двигатель. К сожалению, Владимир не написал, что это за присадка, но давайте посмотрим, как промывка мягкая двигателя влияет на отработку. И смотрите, так, противоизносных тоже самое, гликоль появился четыре десятые процента. Нитрование сократилось, то есть, каким-то образом химическая реакция прошла. Сажа та же. Ну, плюс-минус в пределах погрешности кислотное тоже, но посмотрите, как выросло, блин, на 2,3 щелочное. То есть, видно, что здесь такой концентрат щелочи. Да, ну, судя по анализу, по крайней мере, видно, что присадка должна работать. Повышен уровень щелочного, и там вот за эти 200 километров, которые рекомендует производитель, я думаю, что она позитивную такую, как, можно сказать, как присадка, как бустер щелочного. Да, рабочая, похожая история. Сейчас покажу вам, что произошло с вязкостью. Помним, да, что это городская эксплуатация. Ну, видно, да, есть некоторое разжижение. На мой взгляд, оно абсолютно нормальное, 28 процентов для города. Где-то вопросов нет. Для трассы, конечно, может быть, чуть великовато было, но в городе, я думаю, что абсолютно нормально. Двигатель не так часто разогревается, да, температуры 100 и плюс, чтобы выпаривать всю вот эту лишнюю влагу. Тем более, видим, что влаги там достаточно. Да, не забывайте отметить видео, подписывайтесь на канал, нажимать колокольчик, так вы не пропустите уведомления. Ну и давайте посмотрим, вот что получается, я насчитал тут своими манипуляциями. Значит, левый график, моющие нейтрализующие свойства 5600. Если посчитать это там хотя бы среднее число, там 27 километров в час в среднем, то это получается 208 моточасов, моющие нейтрализующие свойства. Но вот приговорен двигатель по нитрованию, по оксидам азота. Мы выясняли этот момент и выяснили, что в период настройки, особенно на третьем стейдже, была какая-то небольшая проблема с ТНВД и настройщик забогатил смесь. Вот она богатая смесь, она сокращает ресурс масла крепкого и вот видно среднее поле, ресурс масла сокращен. Ну и видели, да, что при добавлении присадки насколько, грубо говоря, показатели вырастают и показатели масла растут. Ну, значит, да, по забогаченности Владимир мне информацию уже потом, после предоставления ему результатов предоставил. То есть, я думаю, что здесь, тем более, что фильтра меняются регулярно, воздушные, я так понял, с каждой заменой масла. Ну, по крайней мере, это написано. Вот, расхода какого-то существенного масложора нет, возможно, там на турбине какое-нибудь небольшое. Значит, ну, вернее так, неправильно. Доливки нет, катализатора нет. То есть, основные факторы, которые могут повлиять на нитрование, мы отметаем. Остается только вот, по сути, богатая смесь, что Владимир и подтвердил. Богатая смесь для перестраховки, чтобы не запалить мотор. Вот, я так понял, что сейчас еще она осталась. Возможно, там, Владимир подкорректировать. Но, не знаю, тут уже такой, это выбор каждого. Что важнее, перестраховка или, в общем-то, увеличение ресурса масла. Вот, если менять его достаточно часто, то, наверное, особого смысла нет. Зато будет защита мотора. Значит, вот такой получился тест. Благодарю Владимиру за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока!